Приветствую вас, друзья! Я думаю, всем нам хорошо знакомо, что такое учеба. Конечно, разные впечатления у нас есть о процессе обучения. У меня свои, у вас наверняка свои, но я думаю, вы все согласитесь с тем, что сперва учителя, родители, после и общества приложили немало стараний, чтобы мы стали теми, кто мы есть сейчас. И Бог прилагает очень немало усилий, чтобы научить нас главному, чтобы научить нас вечному. Сегодня я хочу, чтобы мы сами себе ответили на вопрос, можно ли научиться Царству Небесному, и что из этого выйдет? Братья и сестры, давайте вспомним наши школьные, ну или хотя бы студенческие годы. Получилось? Может кто-то еще и не забывал? Не знаю. Но я думаю, что буду не одинок, если скажу следующее, что когда мы учились, то довольно нередко нас посещали мысли, и мы испытывали такое ощущение, желание, чтобы это все побыстрее когда-то закончилось. Было такое, нет? У кого-то не было, у кого-то было. Сегодня мы ехали в церковь на служение вечером. Мой сын, мы проезжали мимо школы, где учится сын, и он посвятил своей школе стих, который говорит о том, что он был бы рад завтра в нее не идти. Но выбора у него пока нет. Знаете, вот то, кто мы есть сейчас, это результат обучения. Родители, преподаватели, общество, у кого-то улица, у кого-то хорошее влияние, у кого-то не очень. Церковь. Если мы с детства знакомы с Богом, с церковью, Бог благословил нас родиться в семье верующих родителей. Если такое есть, то это тоже серьезнейший вклад, серьезнейший отпечаток, вот это обучение, которое дает церковь, уроки. Принесло в то, кем мы на сегодняшний день являемся. Христос учил людей Царство Небесное. И вот однажды у Христа с учениками, с теми, которые были очень близки к Нему, произошел интересный разговор. Ученики задали ему прямой вопрос. Он рассказывал много притч, Христос. И вот после того, как он рассказал очередную притчу, притчу о сеятеле, ученики задают прямой вопрос. Христу говорят, слушай, учитель, ну вот зачем ты им, то есть там были книжники, фарисеи, разные люди, но не те, кто считали себя учениками Христа. Он говорит, зачем ты им говоришь притчами? Ну у них вопрос в принципе логически правильный, но это образы, это спорно, нельзя однозначно понять. Ну скажи им прямо, ну зачем ты говоришь притчами? И Христос отвечает им. Он говорит, а потому что вам, вам дано знать тайны Царства Небесного. Слышите, друзья, вам, тем, кто является учениками Христа, дано знать тайны Царства Небесного. А им не дано, говорит. Им не дано. И дальше объясняет, он говорит, что они, их сердце огрубело, они глаза закрыли, чтобы не видеть, уши закрывают, чтобы не слышать, сердце свое отяжелили настолько, что не хотят разуметь. И дальше очень интересно Христос говорит, он говорит, они не хотят меняться. Он говорит, да не обратятся, чтобы я исцелил их. Не хотят перемен, не нужны им перемены, их устраивает то, как они живут. Он говорит, поэтому я им говорю притчи. А вы, говорит, счастливы. Вы блаженны, слышите, друзья, вы блаженны, что вам дано знать и слышать то, что вы слышите. Дальше Христос еще больше нагнетает на ту вот густоту этих красок. И он говорит, что многие пророки желали слышать и разуметь то, что слышите и разумеете сегодня вы. Если вспомнить другие уже слова, слова учеников, Петр когда-то сказал в своем послании, он говорит, что вот то благовестие, которое сегодня для нас, когда и аминь, просто звучит знакомо, он говорит, а в него ангелы сегодня хотели бы очень как-то проникнуть, быть соучастниками этого, но им это не дано. И вот после этого разговора Христос произносит еще одну серию притч о Царстве Небесном. И когда он их заканчивает, он задает вопрос ученикам, уже он задает вопрос ученикам, то они спросили и говорят, почему ты говоришь притчами? И тут он задает им вопрос, говорит, после этих притч о Царстве Небесном, он спрашивает, вы поняли, о чем вообще идет речь? И ученики очень убедительно говорят, поняли? И вот дальше, как он говорит слова, это уже ответ на вопрос, который задали ученики раньше, почему ты говоришь притчами? Это Матфея 13 глава 52 стих. Евангелие от Матфея 13 глава, я прочту 52 стих. Вот после того, как ученики уже уверенно заявили, что они поняли, да, Господи, мы поняли то, что ты говоришь, поняли значение притч. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен Хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Похоже на то, что Христос не был заинтересован в том, чтобы все, что связанное Царством Небесным, со спасением, с прощением, с его ролью на этой земле, с волей Отца Его Небесного, было изучаемо людьми, так же, как изучается, к примеру, литература, математика или какие-то точные и неточные науки, чтобы это ни с таким сердцем, ни с таким подходом люди подходили к этому вопросу. Более того, Христос явно делит свою аудиторию на две части, на две категории. Тем, кому дано понять, и тем, кому не дано. И говоря о тех, кому не дано, Он объясняет, что все в их руках. Они просто не хотят изменяться. Они не хотят, чтобы что-то в их жизни поменялось настолько серьезно, чтобы это Царство, основа этого Царства, все, что связано с этим Царством, принесло в их жизнь радость, и они стали тоже блаженны. Ко Христу приходил как-то один человек, знатный, умный, желающий учиться. И похоже, что он действительно очень серьезно пытался понять суть того, чему учит Христос. Он очень хотел вникнуть. И ожидал от Христа, наверное, какой-то знакомой речи. Этого человека звали Никодим. И вот Христос этому человеку говорит очень неожиданные слова. Давайте прочтем часть этой истории, этого разговора. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, я прочту с 1 по 3 стихи. Мы читаем так. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель». Заметьте, как говорит «мы знаем». То есть он представлял какое-то общее мнение. От чьего-то мнения он выражал. «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, какие творишь, ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Небесное». Царствие Божие. Чуть дальше, когда эта беседа продолжалась, Христос в ответ на непонимание Никодим демонстрирует, Христос объяснял ему в принципе о Царстве Небесном. Говорил языком, который был незнаком Никодиму. Никодим демонстрирует полное непонимание предмета, вот того, что говорит Христос. И Христос однажды ему так вот и заявляет, и говорит, «Ну ты учитель Израиля, вот ты, неужели ты этого не понимаешь?» Что значило на то время быть учителем Израиля, друзья? Это быть светом во тьме. Это быть тем, кому обращаются. Это кто-то являлся носителем информации. Кто должен был передавать знания о Боге. Кто должен был как-то расставлять все по своим местам, говорить, что правильно, что неправильно. И когда этот человек начал воспринимать от Христа информацию, он был не готов к той форме подачи, к тому, что он говорил Христос. Потому что Христос не предложил ему заповеди. Он не предложил ему свод законов. Он не предложил ему какой-то шаги какие-то, которые вот приложив максимум усилий, может быть потратив много денег, много лет жизни, но ты вот мог бы их выполнить. Он не предлагает этого. Таким языком, если бы говорил Христос с Никодимом, это было бы ему наверняка очень близко и понятно. Он всю свою жизнь им посвятил этому, изучению закона. А Христос ему говорит, если не родишься свыше, не сможешь увидеть Царство Божие. Интересно. Прежде чем ты хочешь вообще проникнуть в эту суть, в суть того своего вопроса, который тебя интересует, если ты хочешь узнать суть моего учения, чему я учу, да, ты признаешь, у Никодима была позиция, он признавал, он говорит, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Где-то в кулуарах это обсуждалось. Мы знаем, почему мы в этом уверены. Потому что то, что ты делаешь, никто не может делать, если не будет с ним Бог. Никодим хотел научиться. И Христос говорит ему о том, что тебе нужно начать с серьезнейших перемен внутри самого себя. Вот заметьте, когда был разговор Христа с учениками, они его спросили, почему ты говоришь им притчами. Одна из причин, почему Христос говорил им притчами, была в том, что они не хотят меняться. Они не готовы к переменам. Им не нужно. Их устраивает их жизнь, их устройство. Все нормально для них. Поэтому я говорю им притчами. Более того, Христос уже когда подводит итог разговора с своими учениками, Он объясняет более подробно и говорит, что если научить книжника, человека, который считает себя знатным, образованным, специалистом в сфере какой-то, вот научить его Царству Небесному, дать ему какой-то список, что делать, что не делать, то результат будет. Вот он написывает очень таким интересным языком. Он говорит, это будет похоже, как если хозяин из своей кладовки вынесет и ветхое, и новое. И старое, и... И совсем хорошее. И нужное, и ненужное. И Христос говорит, что книжник, наученный Царству Небесному, это человек, который не желает меняться сам. Он не против нормы Царства Небесного как-то применить к своей жизни. Но сам меняться не хочет. Он не желает терять собственной значимости. Он не желает отказываться от того, кто он уже есть. Вот заметьте, Никодим пришел ко Христу ночью. По какой причине? По той причине, что если бы он пришел открыто, пришел днем, он явно ставил, он и так рисковал, но там еще в большей мере он ставил себя под удар. Когда его соратники его по религиозному обучению, по служению этому, явно его отвергли бы. И он шел вот таким вот образом, интересным. Он пытался, он пытался вникнуть, но не хотел отказываться еще от того, что для него было важно и что ему было нужно, ценно в этой жизни. И он говорит Христос ему, «А тебе нужно родиться, слышишь?» «Тебе нужно пережить очень серьезные перемены, прежде чем ты вообще сможешь понять то, чему я учу. Хотя ты и говоришь, что я учитель, пришедший от Бога». И причем Христос очень ясно говорит, что в принципе Царству Небесному можно было бы научиться. Вот он приводит пример этого книжника, научившемуся, наученному Царству Небесному. Но результатом подобного обучения в лучшем случае будет какой-то компромисс между Ветхим и Новым. Между тем, кто я был без этого Царствия и кто я стал научившись, кем я стал научившись. И что интересно, Господь даже не оценивает, не рассматривает, насколько вот этот результат, этот компромисс, насколько он вообще удачен, неудачен, что в нем хорошего, что в нем плохого. Похоже на то, что Господу вообще этот результат не интересен. Он не для этого пришел на землю, чтобы люди научились Царству Небесному, сами при этом не готовы быть, ну не желая меняться, оставаясь тем, кем они были до встречи со Христом. Без никаких грозительных перемен, без рождения свыше. Ему это не интересно Христу. А что же ему интересно? Мы знаем, что не только Никодим имел вот, ну, личную встречу с Господом. Еще один человек, Писания нам о нем повествует очень подробно. Он сам о себе повествует, свидетельствует. Это апостол Павел. Помните, как он о себе говорит? Как он видел себя в иудействе? Каким он человеком себя видел в своем окружении? Друзья, он не смотрел на себя, как на наименьшего. Он говорит о себе, я еврей от евреев. Чувствуете, да, гордость какая вот? Я еврей от евреев. Фарисей от фарисеев, то есть преемственность, наследственность. Он как бы, ну, видел все плюсы своего происхождения, своего воспитания, своего обучения, своей религиозной жизни. Он говорит, по правде, законно, я непорочный. Вы представляете, какая смелость в словах у человека звучит? То есть, что-то он имел, как основание для этих слов, чтобы так сказать, по правде, законно, я непорочный. И вот этот вот такой вот совершенный, да не могу, если так можно сказать, человек, встречается тоже с Иисусом Христом. Не по своей воле, честно сказать. Не по своей воле. Он не шел, как Никодим, ко Христу. Он шел от Христа. Он шел в Дамаск, чтобы гнать христиан. Он был настроен воинственно. Его сиял свет с неба. Мы помним эту историю. У него состоялся разговор с Богом. И вот уже по прошествии лет, уже многих, когда для него все было уже определенно, когда он уже мог на свою жизнь смотреть более трезво, он написал так в послании к филиппийцам, третья глава, с пятого я прочитаю стиха. Он говорит о себе. Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисеи, по ревности, гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной. Порода чувствуется, да, в словах? Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетой. Да и все почитаю счетой ради превосходства познания Христа и Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Встретившись с Иисусом, познакомившись с Ним лично, Он сталкивается с задачей, с сложной задачей. Я уверен, что каждый из нас с этой задачей сталкивался, или может быть сейчас находится в процессе решения этого вопроса. Перед Ним импровизированные весы, и на одну чашу весов помещается все, что Он из себя представляет, какой Он непорочный, какой Он хороший, какой Он совершенный, с этой перспективой сладкой и хорошей жизни в Его обществе, в Его окружении, которая Его могла ждать. И на другой чаше этот свет с неба. И этот вопрос от Господа, Савва, Савва, что ты гонишь меня? И на другой чаше сам Иисус Христос и Его Царство. И вот логично было бы по-человечески это все совместить. Ну я ж вот такой вот весь уже удачливый, уже весь такой сложившийся, весь такой позитивный. Почему-то Павел не идет этим путем. И вот так вот, когда уже о себе свидетельствует, он помнит все это, и он говорит, вот что для меня было преимущество, то ради Христа я почитал как ссор, вот заметьте, как мусор. То, что для меня было ценным, он говорит, чтобы приобрести Христа, я посчитал ничего не стоящее. Это его выбор, друзья. И выбор основан на том, что похоже он увидел самое главное. Он узнал самое главное. Он пережил самое главное, что есть вообще, к чему может научиться человек от Царства Небесного. Он родился свыше. И он захотел приобрести Христа. Вот заметьте, он захотел приобрести Христа. Люди, когда хотят что-то приобрести, порой идут даже на глупые и безрассудные поступки. У кого нет денег, берет их в долг и потом мучается и думает, как их отдать. У кого нет возможности взять долг, иногда и ворует, потому что ему очень хочется. Кто-то отбирает силой. Кто-то ищет более такие красивые схемы, чтобы забрать себе то, что ему надо, как он считает. Люди идут на разные поступки и ухищрения, чтобы приобрести то, что им нужно. Но в вопросе Царства Небесного все ухищрения бессмыслены. И апостол Павел об этом говорит. Взвесив все за и против, сравнив все вот то, что предлагает Бог и то, что Он уже из себя представлял как человек, как личность. Он говорит, я это посчитал за ссор, чтобы взять то, что дает мне Бог. Похоже, он увидел самый главный смысл этого Царства и правильно оценил суть учения Царства Небесного и понял, что если хочешь научиться, если хочешь увидеть это Царство, если хочешь войти в это Царствие, тебе нужен Христос. Тебе нужен Христос. А не просто информация, дополнительные заповеди, несколько лет обучения. Тебе нужен Христос. И апостол Павел сделал свой выбор. И вот этот выбор, его последствия, посвящение этого человека, оно нам всем известно перед глазами, вот его жизнь в его трудах, в Евангелии. Мы читаем, мы читаем книги Деяния, мы читаем в посланиях, мы видим жизнь этого человека, каким путем он пошел. Каким был выбор Никодима? Вот Никодим тоже имел разговор со Христом. Он получил информацию от первоисточника, неискаженную информацию, друзья, неиспорченный телефон. Сам Христос сказал ему, что ему нужно. Во-первых, каким был выбор Никодима? К сожалению, мы не видим этого в Священном Писании, неизвестно каким. Но он был не столь явным, скажем так, как это было в случае с апостолом Павлом. Дальше, если читать Евангелиста Иоанна, мы видим, что была ситуация, когда фарисеи, книжники очень сильно расстроились с учением Иисуса Христа, очень огорчились, разозлились. Были еще больше разозлины собственным бессилием. Они хотели наложить на него руки, но не могли. Это, ну, Божья, мы знаем, понимаем, сверхъестественная защита была, потому что не пришло время. Но они не понимали, что происходит. Они злились сами на себя, на окружение, на Иисуса. И вот в этой всей ситуации, когда вот это происходило, Никодим сказал слово в защиту Христа. Ну, вот так, как бы не прямо, но косвенно. Он поставил себя под удар, и ему как бы указали, ты что, не ты ли? То есть, как бы поставили его на место. Но дальше мы видим, что Никодим хочет оставаться в этой среде этих людей, и дальше остается. Потом опять мы читаем, что когда уже Христос был распят, когда умер на кресте, и было, пришло время его погребения, опять на библейской истории нам всплывает этот человек, этот учитель Израилев. И он был тем, кто принес 100 литр драгоценного мира. Это большие деньги, друзья, он потратил. Он много пожертвовал в дело Царствия Небесного. Честное слово. 100 литр. Он принес специальная смесь для бальзамирования усопших. Это был его вклад. Дальше, как бы, жизнь Никодима нам уже неизвестна. Друзья, и тот, и тот человек столкнулся с Иисусом Христом лично, встретился с Иисусом Христом лично. И тот, и тот получил от Бога ответ, что делать, что нужно делать. Павел получил ответ, и Никодим получил ответ, что нужно делать. Но решения принимали они по-разному. Жизнь у них потом складывалась ну не совсем похожим образом. Я себе вот задаю вопрос, вот размышляя об этом, а какой сегодня мой выбор в отношении Царства Небесного? На что сегодня я готов ради самой главной сути этого Царства, ради самого Иисуса Христа? И еще один вопрос, который меня очень беспокоит, и на него нет ответа однозначного. Это ответ, который надо каждому себе дать. Это вопрос такой вот он, ну, если захотите его принять, вам будет над ним размышлять и не спать с ним. Я себе задаю этот вопрос, и я озвучу его вам. А кто сегодня этот книжник, наученный или научившийся Царству Небесному? Давайте мы помолимся, обратимся к нашему Богу и поблагодарим Его за то, что нам, как Он говорит, дано знать Тайны Царства. За то, что, как Он говорит, мы блаженны за то, что видим, знаем, разумеем за то откровение, которое нам открыто в Господе нашем, Иисусе Христе. Завершилось богослужение. Подошла к концу и наша с вами встреча. И мне остается только пожелать вам успехов в делах. Хочется пожелать обильных Божьих благословений. Желаю вам веры в действии. Оставайтесь с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok